Если это так произойдет, я считаю, что мы не зря на этой жизни живем и работаем. Ну вот я что хотел сказать. Спасибо за внимание. Спасибо. Большое спасибо. Ну что, сейчас я думаю, что мы уже практически перейдем к секции вопросов и ответов. Давайте я перед этим скажу пару слов по, собственно говоря, оформлению. Здесь я буду к залу апеллировать, если вы не против. Кстати, на нашем сайте была опубликована тема, посвященная данному мероприятию. Кто-то из вас здесь присутствующих смотрел, в ней выкладывались примеры отчетов? Или нет? Ну поднимите, пожалуйста, руки, чтобы тренироваться. Кто скачивал отчет и смотрел? То есть не так. Интернет, наверное, уже практически у всех есть. В том или ином виде. Ну, поэтому я тогда, раз немногие воспользовались этой возможностью, я в первую очередь рекомендую здесь всем присутствующим зайти на наш сайт, форум, который у нас есть. И, соответственно, там есть опубликован ряд примеров отчетов, достаточно подробных. Один пример, который сделан нами по нашему СТО, которое, если тоже вы, может быть, скачивали или читали, если не скачивали, то скачайте еще, вышло два года назад. То есть мы сделали стандарт организации, по которому в нашей организации оформляются расчеты пожарного риска, но мы предлагаем использовать его всем остальным, ну и по которому вот последние версии программ наших, которые выйдут где-то, видимо, после майских праздников, будут максимально приближены, отчет, который формируется в программе, будет максимально приближен к этому СТО. Но все равно были опубликованы в отряд, соответственно, отчетов, которые сделали пользователи наших программ, и не только наших программ. Но вот есть несколько вопросов, которые возникли, то есть варианты. Ну вот первое — это включение в отчет теоретического материала. То есть цитирование целых разделов методики, то есть когда буквально берется из методики и в нужное место вставляется та или иная глава. Частичное цитирование, например, формула расчета риска или полное отсутствие, когда остается ссылка только на примерно соответствующий пункт методики или просто общая ссылка в конце на всю методику в целом. Вот давайте опять же спрошу у зала. То есть, наверное, каждый из вас занимался, да, оформлением расчета, правильно я понимаю, так или иначе. Ну вот какой из трех вариантов обычно используете? Кто полностью вставляет или хотя бы частично вставляет цитаты методики? Частично, да. То есть вы это делаете для чего? Ну, может, один, то есть... Для эксперта. Чтобы логическую цепочку проще было, кстати, вот... Проверить, чем для пояснения. Ну вот именно частично, частично этого формула или еще какой-то... Формула и пояснения. Хорошо. Да, пожалуйста. Ну, мы с точки зрения все-таки целесообразно цитировать полностью, потому что, как и странно, встречаются такие товарищи, которые с трудом понимают, а с каким, собственно, методом они воспользовались, подставив цифры в ту или иную программу. Потому что встречаются такие отчеты, где человек сначала описывает реальный метод, потом зональный, потом полевой, в конце написал, что расчет превратился зонным методом, потом он уже от интегрального метода. У меня у нас слюса. Ну, это что-то совсем страшное. Не можем вопрос. Ну, да. Не, ну там у нас выйдет еще вопрос на эту тему. Ну, хорошо. Ну, вот следующий пункт, это как раз подход к изложению материала. То есть, насколько толстый должен быть отчет. Вот уже раз говорилось, что там с эту книжу, когда можно понятно включить все расчетные таблицы, например, по эвакуации или по тому же АФП. То есть, вот как обычно делаете вывод? Включаете там условно максимум информации, чтобы сделать его, ну, не то, что специально толстым, но чтобы выглядел солидно документом условно. Не, ну, можно же ограничиться вот исходными данными обязательной частью и уже результаты расчетов. То есть, ну, причем в США, там, видите, буквально там таблицы даже можно, в принципе, не публиковать, а границу только ограниченные данные или несколько графиков. Нет, вот как? Нет, ну, вот я, то есть, понятно, что если есть желание проверить все промежуточные результаты, тогда получится вот такой вот конкурс. Если есть желание проверить еще время, то есть, когда в городе, допустим, пишешь вопрос 2 равно 4, и это все на 200 страниц, вот смысл как бы в таком отчете? Ну, я про это и говорю. Когда есть исходные данные, описано четко, как бы методика, которую ты считаешь, потому что лучше все-таки методику включать. Нет, ну вот в пособии, которая была показана, я, насколько помню, не увидел от большого объема каких-то таблиц, там вот было именно описание исходных данных и результаты. Нет, промежуточные расчеты, то есть, допустим, по душе... Нет, ну, график и все. Нет, ну, график и все. То есть, ну, не куча там страниц с какими-то таблицами и... Ну, это зависит от того, сколько платит заказчик. Если бы много заплатил, даже он полный и плюс. Ну, вот это вот, да. Ну, что мы играем в кушке-мушке? Диорит надо. Разрешите еще вопрос, предложение. ...защищался, да? Там что-то, конечно, их вопрос. Эвакуацию можно считать, как угодно, хоть даже на калькуляторе, но должны быть какие-то промышленные данные. То есть, допустим, какая-то таблица, еще чего-то, что можно было просто взять, например, и выборочно там проверить, да? Нет, ну, хорошо. Если говорить про наше программечение, у нас просто есть выбор, понятно, публиковать все в отчет или нет, поэтому здесь все важно. Да, это вопрос. Ну, вот следующий тоже момент, который вызвал разные варианты, это целостность. Вот я не очень понял, как бы вот у нас в пособии предполагается все-таки отчет, это один большой документ с единым оглавлением и содержанием, или это, например, несколько документов, имеющие перекрестные ссылки, то есть расчет эвакуации в одном документе, расчет ОСП в другом документе, и расчет риска, это третий документ, ссылающийся на первые два. Виноват, Алексей. Давайте пришлем. Ну, с одним содержанием, то есть вы приводите все всегда к одному документу с одним единым содержанием. Понятно. Когда много сценариев будет плохо. Когда много сценариев все равно приводите. И сценарий все заблудут. Хорошо. Ну, вот оформление. Третий, следующий пункт. Соответственно, есть люди, я знаю, которые приводят все вот к упомянутому ГОСТу, то есть это рамки все, поля для штампа и так далее. Или, ну, обычный документ в ГОРДе без каких-то специальных требований. По ГОСТу. А, ну, все по ГОСТу. Я вам снялся. Дешево сделано. Если разделе проекта идет, то, конечно, по ГОСТу. Обычно, вот у вас по практике расчеты все-таки по ГОСТу оформлены, которые в экспертизу приходят или нет? Ну, по ГОСТу экспертизу дают. К нам есть права, приходит по черепу. Есть ГОСТ, это является расчетом. И по ГОСТу. Я считаю, что это нарушение. То есть, вы считаете, что, например, наше программное сечение должно было бы давать отчет сформированный по ГОСТу. В чем проблема? Текст в рамку заперкнул. Нет, нам не проблема. Нет, я не вам. Я так вообще не... А, нет. Мы же делаем автоматизацию работы. Если все потом наш отчет приводят к отчету по ГОСТу, то, наверное, нам это проще сделать в программе. То есть, вы все, вот здесь присутствующие, переходите отчет потом к виду по ГОСТу. Да, давайте даже если не записываю. Нет, ну, если не записываю. Нет, ну, вот. Нашим базаром провалится. Хорошо. Ну, вот еще пункт прикладывания различных сертификатов и документов, описывающих программное обеспечение, которое использовалось для расчета. Вот, кстати, мне интересно ваше мнение об этом поводу. Мое мнение очень простое. На сегодняшний день никаким документам необходимость сертификации не определена, так же, как и ее в порядке. То есть, никаких сертификатов на используемое программное обеспечение не требуется. И ни один орган, насколько мне известно, не выполнолочен доводить сертификацию на соответствие методики. Ну, это все верно, но в любом случае можно, например, не дать на сертификат, а вот у нас есть такое понятие, как декларация. Мы, как сами разработчики, прикладываем краткое описание, что же, о чем идет речь здесь. Не просто там где-то в тексте расчета, написано, что расчет сделан программой такой-то, а еще дана ссылка, краткое описание, что же это за программа, где можно одну-две страницы прочитать информацию о ней. Нужна ли такая вот... Понимаете, есть, допустим, добровольная сертификация на независимую оценку риска. Документом четко определен порядок этой сертификации. Четко определен орган, который эту сертификацию проводит. В данном случае, ну, как бы, сертификат, на мой взгляд, просто бумажный. Ну, и для комиссии ее прикладят. Я вообще могу предложить вам уже пройти вот сюда, Алексей, на сцену. Все равно мы сейчас... Да не-не, ну, проходите что-то лицом. Сейчас будут нам вопросы задавать. Я хочу сказать по этому поводу, опять же, про проектную документацию. Вы сказали про сертификат, что в пояснительной записке, в пояснительной записке обязательный пункт, обязательный пункт, это указать все программы, по которым выполнялась проектная документация. Это обязательный пункт. Поэтому, как бы, там неизвестна еще пока позиция Минрегиона, то, что они хотели этим сказать, какую они цель этим преследуют. Но вполне возможно, что они, да, они утвердят какую-то перечень, наверное, там, какие-то есть правильные программы, правильные программы, но это не касалось пока расчета пожарного риска, но пункт такой есть. То есть любая проектная организация обязана указать, в список просто перечень программ, использованные при пунктовой технике. Скажите, а где такой пункт есть? В 8-й пункт. Разрешите еще по оформлению сказать? Да, пожалуйста. Вот представитель экспертизы государственной сказал, что нам нужно отправить по ГОСТу. Я, в принципе, с ним согласен, и это верно, что ваш отчет, который автоматически генерируется, он не соответствует ГОСТу. Раз расчет рисков прикладывается в раздел П, проекта комбинации, он обязан быть оформлен по ГОСТу 21.11.01. Но есть еще и другое постановление проекта 272, что наши расчеты являются в виде отчета. Здесь никто не говорил, я лично на своем примере его использую. Есть такой ГОСТ 7.32, отчеты на лучшую следственную работу, в общем, все рефераты и прочие отчеты, есть определенные требования к структуре, что там должно быть. Я вот эти два ГОСТа использую для оформления своего отчета. ГОСТ 7.32, он 2001 года сейчас переиздает, и ГОСТ 21.11.01. Вот вопрос снятия отсутствия на мотивной базе по единым требованиям по оформлению. Понятно, спасибо. Ну и вот... А, пошла мне, что было. А, вот еще был пункт такой, вот видите, я не обратил, видимо, ваше внимание, вот подход к изложению. Вот есть у нас пользователи, которые считают и оформляют отчет в таком виде, чтобы он был понятен даже обывателю. То есть, условно, человеку, который не специалист в области расчета пожарного риска, потому что считается, что отчет, и в том числе, который попал в госэкспертизу, и перенезависимая сантеистка, может дойти до суда. И должен быть понятен вот тем людям, которые, может быть, судьи будут его каким-то образом изучать или в каких-то других органах и инстанциях, которые не связаны напрямую вот с вопросами расчета пожарного риска. У вас вот была такая практика вы делали именно оформление настолько подробное и, не знаю, детализированное, чтобы рассчитывать на не специалиста. Да, на что вопросе? Да, в суде, там, нет, это, они просто текста не понимают, а тут еще какие-то специфические. Ну, то есть, по вашей практике такое не требовалось? Нет. Ну, в принципе, я как по оформлению для себя и по содержанию примерно понял то, что относится к нашему программному обеспечению. То есть, вероятно, мы это все постараемся в ближайшее время в том или ином виде уточнить. Еще раз повторю, что всех, кто еще не посетил, заходите на наш форум, скачивайте примеры отчетов, оставляйте комментарии, можете, если считаете это возможно, для себя опубликовать свои примеры, принять участие в обсуждении. Соответственно, мы по результатам вот и нашего сегодняшнего мероприятия и общения на форуме будем улучшать работу наших программ в плане формирования отчета для того, чтобы это было максимально вам удобно и просто, чтобы меньше тратили времени на пост-обработку для доведения этого отчета, такого вида, который вы привыкли обычно использовать, издавать. Пожалуйста. Я вам вопрос устроил. Представите, экспертизу? Ну да, я думаю, что мы сейчас можем уже перейти в секции вопросов и ответов, поэтому, пожалуйста, задам. Может быть, чтобы не вести такую большую работу в проведении отчетов программ Сити, причем, например, там есть результаты использованные полевая модель на все Поросим или что-то еще, может быть, бы орган устроил один листочек, на котором выглядит оконечная формула, то есть, где уже вероятность эвакулация, то есть, конкретное значение, наличие систем с коэффициентами. То есть, по 272-м восстановлении там уже написано, что должен включать отчет и написано, на основании чего проводятся эти расчеты. То есть, единственное, что останется проверить государственную экспертизу, это сам отчет, не обязательно в форме ГОСТа, в котором были бы расчеты и ОПП, и времени эвакулации, а все остальные сбудутся буквально к одной форме. Вот так вот. Есть формула, как определить пожарный риск. В нем практически пять основных значений. я сейчас... одной из самых затратных части расчетов это расчет ОПП, времени блокирования, и расчет на время эвакуации. Чтобы объемную часть не включать в сам проект, а выполнить отдельно в произвольной форме, а в раздел мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включить только основные коэффициенты. Это вероятность эвакуации и коэффициенты работы с походом. будет содержать все-таки в отсылочную часть, и он будет из нескольких документов, а не единый. То есть, когда раздел про пожарных рисков будет включать в себя практически одну страницу, то есть вероятность эвакуации 0,999, наличие всех систем с коэффициентами, и конечная статистика, и конечное число рисков. А расчет времени ОФП, расчет времени блокирования пути эвакуации и расчет определения расчета времени будет в произвольной форме в отчете и вот даже если программа снизится в произвольной этапой. Принесет я на экспортизу по расчету? Нет, вы же сами сказали, вы можете потребовать файлы и сам отчет. Если вы выполняете этот расчет, и он у вас есть в составе проектной документации, то что представлено на губе? Имеется в виду, что он оформлен не под ГОСС расчет, эвакуация оформлен не под ГОСС а вот общий документ расчет риска оформлен под ГОСС у нас сама себе противоречит до ГОСС работа. Если просто как выйти по ГОСС, то расчет риска определяется путем сопоставления требуемой величины и нормативной. Вот сопоставление с основным коэффициентом будет по ГОССу. Принять как есть. Меня не устроили. А не когда виски как на виски не виски эвакуации расчета 4 8 расчетов то общий документ анализ всех расчетов общий документ в котором исход введение выводы по расчетам и выводы по расчетам. по аналогии например если как с конструктивом написано по требованию представлять вещь может быть в дальнейшем надо вообще прием то что такой вариант по крайней мере сейчас мы ничего не не имеем Никаких вариантов. Он просто распечатывает отчет СИНС. Ну что, давайте, пожалуйста, следующий вопрос. Можно? Да, да. Скажу, что как-то пожаробезопасно, Воронежские суды, ВПС МЧС России. Мы как делаем, например, у себя? Отчет, когда вставляется в необходимость риска, мы пишем, например, конструктивная пожарная опасность, объемно-планировочные решения описаны выше, раздел такой-то. Правильно, это же в составе раздела идет мероприятие по обеспечению пожарной безопасности. Я сейчас говорю только для экспертизы. Согласны, да? То-то описано там-то, то-то описано там. Дальше считаем время эвакуации расчетное, время блокировки, составляем эти схемки, кидаем, и заключение, риск, вывод, все. Это раздел мероприятие обеспечения пожарной безопасности. Да, и как бы не надо там описывать все, уже описано выше в разделе. Проектная документация, состав ее тем и хорош, что он позволяет вот эту описательную часть, допустим, того же расчета риска, практически не делать. Если это уже сама, сам он проект из этого и состоит, зачем переписывать два раза одно и то же, что, кстати, некоторые так и делают. Переписывают и, в общем-то, занимаешься тем, что находишь, занимаешься с лечением ошибок просто в описании самого проекта и в описании расчета пожарного риска. Говорит о том, что при расчете журнала риска сам проект... Я думаю, все равно, описание объекта, какой-то фразы описания объекта перед самым расчетом, оно все равно должно быть, потому что, допустим, там, выбор количества людей, одновременно находящихся в помещении, да, они берутся в соответственность ССП. Естественно, в разделе МПГ об этом не пишется, да, там пишется, 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 что необходимо, собственно, для самого расчета.